Я хочу вам рассказать о трёх вещах в моей жизни, говорит пожилой мужчина. А вы уже сами решите, что с этим делать. Я буду вам благодарен за беседу. Несколько лет назад вы рассказали мне, как инвестировать в акции, как быть в себе, как оставаться внутри, когда я занимаюсь этим. Так что к сегодняшнему дню я сделал полтора миллиона на этом. Нам совершенно ясно, говорит Абрахам, что вы выровняли свою энергию до того. Вторая вещь, которая произошла с нами. Мы с женой недавно выяснили, что пара картин, которые у нас висят дома уже 50 лет, стоят несколько тысяч. И мы решили их продать. И мы повезли их на аукцион. И там прожили незабываемый опыт, практически экстаз. Потому что аукцион всё продолжался, продолжался и продолжался. Мы подошли к трём миллионам и, наконец, продали свои картины. Вы видите, говорит Абрахам, многим сейчас захочется сказать несправедливо. Они не заслуживают этого. И в плане действий возможно. Но в смысле выстроенной энергии, готовности, ожиданий. И третья вещь, когда мне было 45 лет, мы жили с женой в маленьком городке. У нас было четверо детей, трое из них заканчивали школу. Я вёл семейный бизнес, и все наши жили рядом. И однажды мы собрались и объявили им всем, что мы уезжаем. Мы оставляем всё и уезжаем во шрам. И девять лет мы прожили полумонашеской жизнью в ашраме в Индии, желая и достигая внутреннего мира и покоя. И одна из вещей, которую мы постигли тогда, это жить в чудесности каждого момента. Это жить, понимая красоту каждого момента. Я говорю полумонашеской жизнью, потому что наши дети становились студентами, и мы должны были провести их через колледж. А потом, спустя ещё несколько лет, мы нашли Амбрагама, и вы научили нас, как свой внутренний мир и внутренний покой использовать снаружи. И мне кажется, это сказывается, поэтому я и рассказал о первых двух вещах. Нам очень понравилось, как вы представили это всё для нас. Вы живёте в манифестированное проявление того, что происходит, когда вы не спешите, когда вы вкладываете своё время, тратите его на то, чтобы наладить себя, чтобы стать вибрационным соответствием тому, кто вы такой на самом деле. Тогда и жизнь становится полнее, насыщеннее, интереснее. И тогда всё, о чём вы просили, чего вы хотели, тоже приходит к вибрационному согласию. Нам понравилось ваше описание, потому что оно выражает лёгкость и простоту, которую мы пытаемся описать, которая происходит, когда вы разрешаете потоку подхватывать и нести вас. Это открытие, которое вы совершили задолго до того, как встретить нас, о внутреннем покое, было открытием, как быть в этом течении, как оставаться в нём. А когда вы поняли, что ваши собственные желания не могут вытащить вас из этого потока, вы поняли и ценность своего бытия. Вы поняли себя как расширение энергии источника, и вы приняли это как основу вашего жизненного опыта. И тогда всё, к чему вы прилагаете свою мысль, должно срабатывать для вас, потому что вы позаботились о том, что имеет первостепенное значение. Мы также видим и понимаем, что это не случайно. Вы каждый день сглаживали и поворачивали себя в верном направлении снова и снова и снова. Вы не можете однажды в жизни достичь внутреннего мира и покоя, и всё, это как медаль ваша навсегда. Нет. Это достижение состояния, это постоянный процесс, сонастраивание снова и опять, и снова и опять. Жизнь постоянно продолжает доставлять вам что-то, о чём вы думали, о чём вы думаете, или о чём нужно принять решение. Конечно, мы рады за вас, и мы можем сказать вам то, что вы уже знаете, что у вас есть опыт, подтверждённый Знанием, который стал вашей уверенностью, и теперь всё, что вам хочется, у вас в руках. Да, спасибо, я знаю, что то, что у меня дальше в жизни, будет таким же чудесным опытом. Истер продолжает. Да, и ваша способность испытывать это тоже расширяется. Там есть такие вещи, которые понять отсюда и в этот момент просто невозможно. Но вы проживёте достаточно жизни, чтобы стать готовым к этому. Так что всё это станет для вас восхитительным моментом, до которого вы всегда хотели дотянуться. Моменты жизни становятся изысканнее, нежнее, прекраснее. Ваша способность продлить их, вынести их, возрастает по экспоненте.